Зависть – это сила четвертого измерения. Что такое четвертое измерение, я уже много говорил. Это духовный мир Бога и духовный мир ада. Так вот, когда тебе завидуют, ты это физически можешь ощутить. Если твой сосед позавидовал и говорит, какая у тебя крутая машина, имел тебе злость, то эта злость со слов вылетела с твоего соседа и полетела прямо к тебе. Если ты это подхватили, и это вошло в тебе, и ты это физически чувствуешь. Зависть – это как колдовство. Но если ты защищенный Богом, это колдовство не действует. Если тебе завидуют, ты можешь потерять. Если тебе завидуют, и ты не защищенный Богом, ты можешь потерять все. Поэтому не завидуй. А если тебе кто-то завидует, и ты чувствуешь это, защищайся. Покрывай себя кровью Иисуса, и слава Божья будет на тебе. Зависть дает возможность демонам действовать. Зависть – это эмоция. Поймите, в духовном мире очень часто сильно действует эмоция. Когда ты завидуешь, реально, когда ты завидуешь, эмоция начинает сильно действовать. И эмоция – это перерастает в что-то сильное. Когда колдуны колдуют, они сначала чувствуют. И на эту эмоцию приходят слова. И слова «эмоция» имеют в себе конкретный посыл. Он идет. Вот я сказал, я почувствовал, допустим, что я ненавижу какого-то человека. Я почувствовал, я сказал, да чтоб тебе! Я тебе завидую. И это пошло к нему. Тебе нужно защищаться от этого. Зависть дает возможность демонам действовать. Это эмоция. Поэтому никогда никому не завидуй. А если завидуешь – остановись. Потому что всегда есть за все определенные последствия.